То есть он делает то, что ему советуют из Брюсселя, из Варшавы, из Киева, из Вильнюса и из Пекина. То есть он себя разодрал на все возможные части. Нет ничего белорусского там. Он пытается какой-то сценарий осуществить. А это все равно, что бить растопыренными пальцами. Вот результат будет, кулак. А так ты ничего не получишь. Тогда против тебя все. И даже армия будет против тебя. Я не присутствовал в переговорах. Когда я с ним дружил, это лет 15 назад, он мне говорит. Владимир Иванович, я вас не понимаю. Тогда еще Ельцин был. Если вы хотите создать Советский Союз, скажите мне. Я готов. Давайте создаем Советский Союз. Тогда еще 9 лет всего прошло. Если вы хотите, чтобы Белоруссия вошла в состав России, скажите мне. Давайте мы войдем. Но Москва молчит. 20 лет Москва молчала. Почему? Потому что тогда в проекте Конституции нового государства предполагались выборы президента. И Ельцин резко бы проиграл. В 2000 году должны были быть выборы. Летом. Проиграл бы Лукашенко. Тогда он еще мало ошибок сделал. Такой энергичный, молодой. Ну 20 лет назад. 45 лет. В самом расцвете. То есть здесь, ну, все отрабатывали разные варианты. В Москве хотелось какие-то территории вернуть, но чтобы руководство было наше, которое мы решили. А так, чтобы приехал товарищ из Минска. Раньше они приезжали. Они приезжали, и Москвой руководили. И грузин, Сталин, и с Украины сколько понаехало. Поэтому здесь что остается? Конечно, вот так он может продержаться еще какое-то время. Но забастовки приведут к падению экономики. Потому что рынок быстро будет занят. Вот калийные удобрения. За две недели захватят. Уже акции других зарубежных фирм по калийным удобрениям уже пошли вверх. А эти вышли на забастовку. Я понимаю рабочих. Мы ЛДПР, мы понимаем. Люди устали. Они никогда не выходили. Они молчали. Я не молчал. Я уехал с Казахстана. Я уехал из Грузии. Я не молчал. Мне не давали характеристику. Не выпускали за границу. Но другие-то молчали. Молчала вся Белоруссия. Почему при них говорят, что ребята тихие? Они действительно самые спокойные из всех союзных республик. Самые тихие. Никогда не оскорбляли. Прибалтики. О, оккупанты. В Грузии кричали, шумели. Армения. Все. Белоруссия самая такая спокойная действительно. Но вот прорвало. Это называется в тихом омуте. До черти водятся. И я их не обвиняю. Это безобразные, грязные выборы. Перебором. Ну, посол мог подсказать ему Мезинцев? Чего вы убрали этого Бабича Мезинцев? Размазняй этот Мезинцев. Весь МИД разогнать надо. Провалили все и в Грузии, и на Украине. И сейчас в Минске. И вот приезжал какой-то демократ там был послом. Я сейчас фамилию его забыл. Я просил меня найти фамилию Власов. А? Как его фамилия? Потом был этот Суриков. Губернатор Алтайского края. Потом вот Бабича теперь вот Мезинцев. Чех 6 их было. А один был буквально демократ такой. Который ничем не понимает. Ничего там не надо. То есть надо сегодня что делать? То есть наша верховная власть отрабатывала вариант тихо. Давайте помогать. Давайте сохранять связи. Ну вот в Грузии прорвалось военные столкновения. А? Сопрыкин. Нет, другой. Долгов, Блохин. Блохин. Вот Блохин. Вот демократ. Вот я был там 15 лет назад. Вот я был последний. Вот Блохин. Размазня. Демократ. Где он сейчас Блохин? Где он сейчас? Посол. Где он сейчас? На пасеке. То есть... Посол на Киевстане. Сейчас. Ну вот туда перебрасывают их всех. И Туркменистан завалит. Он завалил Белоруссию. Теперь завалит. У меня впечатление, что он тут специально делает. Лукина посылают в 2014 году в Киев. Он завалил все. Вот Киев взорвался. Что сейчас надо? А? Сейчас что надо? Сейчас надо. Конечно, единственное решение только военное может быть. Экономически мы уже все дали Белоруссии. Все соки нас высосали. Мы отбираем у наших граждан. Понимаете? Вся модель помощи была неправильная. Нужно было ничего не давать. Ни грузинам. Ни украинам. Ничему. Все в России. И Россия была бы красивым государством. К нам бы все шли и ехали. Вот это мощная Россия. Мы все раздавали сто лет. И они обогащались. Строили себе мощные дворцы. Там метро. Ну все обустроили. И теперь сосуд. Исламский мир. Америку. Брюссель. Китай. Соседние страны. Вот в этом ошибка Кремля. Старая интернационалистская линия. Давай помогай. Никому ничего помогать надо. Ни одной копейки. Ни одного там кубического сантиметра газа. Все по мировым ценам. Я это предложил не сейчас. В 90-м году. Говорю, через три года все прибегут. То есть экономически не было проблемы сохранить СССР. Экономически. Вернуть всех. Иначе голод. И крушение. Сейчас только военный путь. Как Грузия. Военные что? В войсках ввести? Ну, Саакашвили должен появиться там. В Минске. И начнет военные действия. Мы поможем. Принудим к миру. То есть военным путем мы можем сохранить территорию. Режим нельзя уже сохранить. Вся Белоруссия против. Уже даже люди не хотят быть с нами. Даже люди. Даже, возможно, русские. Вот до чего довели уже. На Украине хоть русские есть, которые за союз Россией. В Белоруссии ни одной партии. Он все зачистил. Я там создал. Не создал. Помог ребятам. Белорусская либеральная демократическая ЛДП в Белоруссии. Гайдукевич. Отец возглавлял. Теперь сын Олег. Но они легли под Лукашенко. Что вы делаете? Вы должны быть отдельно. Должна быть оппозиционная партия. Лукашенко должен был создать свою партию. Имеет право. Где у него Единая Белоруссия? Типа Единая Россия. Наш дом Белоруссии. Ничего нет. Пророссийская, чисто русская партия. Где это? Ничего нет. Ничего нет. Он зачистил все поле, как совхоз. Шесть областей. Все это расстояние маленькие. За час и конец Белоруссии. И всего-то в наличии 7 миллионов. Из них там половина пенсионеры. И так далее. Поэтому только военное решение. Он должен пока не поздно. Мы же не знаем. Может он уже дал письмо. Как из Афганистана мы получили несколько писем. С просьбой оказать военную помощь. С Украины. Оказывается, Янукович направлял письмо. С просьбой оказать военную помощь. Не стали почему. Или обманывают. Вы же должны понять. Вы же все разное пишете. Про нас, про ЛДПР. Про нашу страну. Поэтому много искаженного. Но ЛДПР одна позиция. Мы встали на стороне ГКЧП. Мы знаем, что плохое ГКЧП. Но еще хуже те, кто пришел. Плохая была советская власть. Но еще хуже те, кто пришел. Царь плохой был. Но еще хуже, кто пришел. ЛДПР исходит из того, какие будут последствия. Поймите, белорусы, что если вы войдете в состав России. Вы будете членами огромного мощного ядерного государства. Если вас окончательно начальство задут. Либо уйдете частично в Польшу. Еще куда там Литва. Вас не будет. Вы не нужны. Вы были частью Речи Посполитой. Где господствовали поляки. Чуть-чуть литовцы. А белорусы Украины это подсобные рабочие. Подмастерия и так далее. Поэтому только военный путь. Вот звонил министр обороны. Для чего он позвонил? По его же инициативе разговор стоялся. Нишоку звонил. Он звонил. Он боится. Что если мы применим вооруженные силы. Что делать Трампу? Какую позицию занять? Промолчать выигрывает Байден. Занять жесткую линию. Когда с Москвой поссориться. Это проблемы все. У нас, так сказать, самый главный наш удар это вот советская модель. Помочь всему миру. Создать советские республики. Ну где эти республики? Где дружба народов, когда она меня ненавидит? Она грузинская симпатичная девушка. Меня ненавидит. Ненавидит меня. Ну не знаю почему. Так вот получилось, что вы все разбежались. Все друга ненавидят. Вон Минск. Ни одного русского флага. Ну, Лукашенко впервые за свою жизнь, 65 лет, слово русские произнес. Смешно просто. Понял, что жареным запахло. И последнее его спасение бежать в Москву. Или из Москвы приют войска. Вот уже вспомнил. Славяне, русские мы. Видишь, как боль. Как нашествие. Как варвары. Все вспоминают. Все русские сразу. И армяне русские, и грузины, и азербайджанцы. Если нашествие враг. Коронавирус. Это же мы изобрели. А не грузинские врачи. Или армянские. Или белорусские. Или украинские. Потому что Россия просто эта мощь, потенциал позволяет это сделать. Поэтому вот Лукашенко, Минск, вот Лефортова, Гонконг. И это все звенья Хабаровска. Звенья одной цепи. В Ашкирии управлять должны современные руководители. Дегтярев современный руководитель. Молодой. Ему еще даже 40 лет. Нет. Вот, пожалуйста. Вот таких поставки. И мы могли иметь уже 20-30 губернаторов. Мешают. Могли иметь уже депутатов сотни тысяч. И в Думе 200. И по всей стране. Мешают. Ну и сами себя тянут к катастрофе. Потому что у людей растет ненависть. Никто не поверит, что в условиях кризиса где-то какой-то человек может получить 80% или какая-то партия. Все. 15-20. Вот так было. Какой же вопрос? Андрей Карепов. Вопрос по фигуранту дела Фургала. Как-то взглянуть к этой теме. Его очень сильно избили. Вот писала МК Влепортова. Знаете ли вы что-нибудь о нем? И слышали вообще какую-то информацию? Мне присылала письмо жена Мистерюкова. Он тоже здесь. Что его трамбуют. Избивают. Требуют, чтобы дал показания на Фургала. Поэтому Фургал возник в том году еще. И мы помогали. Жители Хабаровского края всего этого не знают. Я обращался к президенту, к Бастрыкину. Ко всем обращался. Мы не выдумывали. Она написала письмо. Я позвонил начальнику КСИН. Он сказал проверим. Говорит, все в порядке там. Мы сперва избили, потом перестали бить. Все в порядке. Это ведь мы же не знаем. Я же не присутствовал. Били, не били. Но вполне могли бить. Вот они нас избили сейчас, депутатов. В плане теоретического. Они грубо нарушили закон. Чего им не избить, грубо нарушить закон. Пытки запрещены, насилие нельзя. Но они в отношении депутатов грубо нарушили закон. Чего им простой какой-то Карпов говорит? Продолжение следует... Продолжение следует...